Привет! Я вяжу новую игрушку, дополняя деталями, связала шапочку, простой узор из полустолбиков с накидом и рельефных полустолбиков. В конце вязания осталось небольшое отверстие. Я решила стянуть отверстие шапки при помощи иглы, вместо того, чтобы продолжать вязать убавки. Смотрите видео и узнайте, как закрыть отверстие при помощи иглы. Эффективный способ незаметного завершения вязания. Обрежьте нить, конец заставьте длиной, вытяните петлю, вставьте конец нити в ушко гобеленовой иглы. Иглу завожу под переднюю стенку петли. Следующий стежок под следующую переднюю стенку. Можно делать одиночные стежки. Каждый раз заводите иглу под полупетлю и вытягивать нить. Или можете подхватывать сразу несколько полупетель. Вот так. Протянули нить через все передние полупетли ряда. Теперь простым движением стянем отверстие. Тянем за кончик нити. Аккуратно закрыли отверстие в конце вязания. Отверстие стянуто настолько плотно, что место стяжки становится совершенно незаметным. Теперь закрепим и спрячем конец нити. Цепляю ниточку внутри. Делаю узелок. При помощи иглы протягиваю нить под петлями. Отрежьте лишнее. Готово. Этот прием работает при вязании не только шапок. Используйте способ закрытия петель при вязании по кругу. Например, варежи, головы, тела и других деталей вязаных игрушек. Стянутые петли в конце вязания выглядят как стянутое кольцо амигуруми. Попробуйте, чтобы самим в этом убедиться. Обычно у деталей для амигуруми в конце вязания оставляю 6 или 8 столбиков без накида. И плотно стягиваю петли. У шапок стягиваю отверстие, оставляя больше петель, если хочу получить выраженные складки. Например, как у этой шапочки, которую я связала для медвежонка. Теперь вы знаете, как закрыть вязание иглой, применяйте знания на практике, делитесь впечатлениями в комментариях. Пишите, полезен ли для вас оказался этот вязальный прием. Подписывайтесь на канал, не пропустите другие вязальные хитрости. Всем пока!